Немножко учебы. Я однажды вам сказал, ребята, ой, как я говорил, на том же, ой, у меня же есть фотография специальная, показать и доказать, что побелка это одна из страшнейших бед, которая применяется по неопытности одних, доверчивости других, подлости и предательности третьих. Ну, что толку? Вот смотрите, я возьму, допустим, выступлю где-нибудь на расширенном заседании академии наук. В зале будут сидеть все академики. Ну, самый низкий чин там будет доктора, кандидаты наук и прочие до цента. Вот весь зал, тысяча человек сидит. И я вот это покажу и скажу. Опомнитесь, да сколько можно-то. Давайте с завтрашнего дня, ведь многие из них умудряются до сих пор статьи писать, а им статьи писать надо для будущего, для следующего этого, степени наук, в следующую степень, на ступеньку подняться. Ну, сколько можно-то? А в чём дело? А дело в том, что железо говорит. Я долго думал, когда таких у меня накопилось, вот эту долго не мог найти. Как это случается? Полностью забиты все поры. Дерево, ну, в данном случае черешня, дерево перестало дышать и лопнула кора для того, чтобы хоть таким образом дышать. Вы знаете, как вот, когда-то я читал, по-моему, Чехова, там пришёл молодой врач, молодой врач, он ещё ничего не умел и операции не умел делать. Немножко где-то там, ну, диплом есть, есть. 19 век, вот, это была такая пронзительная, пронзительный роман или повесть, кажется, Чехов, пронзительная, потому что, когда я читал, у меня же трясло. Это надо иметь гигантский талант, написать вот так, чтобы у человека вот здесь перехватило горло, он задыхается и умирает. Отчего там перехватывает? Наверное, что-то есть. Конечно, я не помню. Полностью перехватило. И он абсолютно ничего не собрал, не умеющий, но слышал. Он взял скальпель, и вот здесь вот, видно меня, пробил ему гортань, вот здесь. И организм вот через эту дырку, напоминайте, пригодится, вот, через эту дырку вот он пробил скальпелем, начал дышать через эту дырку. И пока он дышал через эту дырку, там рот ему открыли до конца, и в горле что-то делали, делали, для того, чтобы освободить ему вот этот выше, там, где полностью перекрыт кислород, ну, дыхание полностью. Почему там спазмы или что-то постороннее, может быть, какие-то наросты. Но факт то, что он проснулся на следующий год с авторитетнейшим врачом. После этого он потерял страх, а до этого он был жутко напуганный. Он слышал, что так можно делать, но он никогда не тыкал в человека ножом в его организм. Но вот таким образом он спас человеку жизнь, вот таким, временно сделал дырку в гортане. И вот теперь я вам показываю. Пусть это эмоционально, но я бы даже академиком, я уверен, в зале бы ни один бы не смеялся бы, если бы я привёл вот этот рассказ, гениальный рассказ, потому что когда читаешь, сейчас трясёт, когда так написано воспоминания, чувства этого человека, который впервые взял секатор в руки, хотя у него уже диплом готов, и чернила высохли. Вот так дерево спасается, вот так оно задыхалось, вот почему прорвало. И никто этого понять не может и не хочет, что вот эта вот побелка, у меня уже не один факт, просто ещё одну нашёл фотографию. Пусть я пятый раз вернулся, но я обязан это сделать, ребята. Вдруг когда-то услышат и про побелку эту подлую, про эту подлую. Вот она. Следующая фотография. Я их только подбираю, у меня их много. Ну, подвернулась, подвернулась. И вот я себя приближу, посмотрите сюда. Учёба, говорю. То, что я негатив, а где же я позитив возьму? Где? Вот когда человек взял, решил, что вот эта ветка лишняя, он нечёт, что сюда мороз пойдёт, что сюда будет хуже поступать, соки вот на эту ветку. На это наплевать. Рана, вторая, третья, да? Когда уже эти раны сделаны, какой смысл белить? Да ещё так густо, если раны уже есть. По мелкой для чего вспоминаю? Чтобы не было солнечных ожогов. А потом это превращается в ритуал. Понимаете? Просто в ритуал. И вот результат. Мы имеем больное дерево, искалеченное. Соседнее за ним такое же. Обратите внимание, ещё хуже. Вот это справа дерево. А теперь, ребята, ближе к делу. И так ко мне приходят фотографии. Из шести или пяти я выбрал две. Давайте смотреть. Вот одна. Тут ещё трудно понять. Но мы видим, что... Давайте смотреть. Лапником прикрыто основание штамма. Раз. Много ран. Похоже, человек делал раны. Согласны? Тут, 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 тут. Два. Мы ищем причину. Наконец-то мы смотрим полный рост. Вот. Теперь представим себе, что эту фотографию отправит... Мой бы брат, если бы он, как сказать... Юрий, он и есть Юрий. Если не называть фамилию, просто Юрий. Если он её хоть сейчас отправит на тот канал, где миллион сто тысяч подписчиков, вы узнаете с высокой долей вероятностью, что А, это, кстати, оно уже практически мёртвое, что А, его надо спасать, Б, его надо всё опрыскать. Дальше идёт длинный перечень. Так, нет? Дальше будет сказано, что это солнечный ожог, а солнечный ожог, если даже угадать, это он никогда, солнечный ожог не лечится. Всё. Не лечится. Дальше будет предложено, ой, густо, давайте вырезать серёдку, давайте отрезать нижние ветки, ну, короче, давайте его добивать. Вот. Значит, дальше было вот так вот, смотрите. Читаю. Это очень важно, потому что таких же по стране миллионы, поэтому я на нём зациклюсь. Здравствуйте. Книгу вашу получила. Изучаю. В 21-м году покупала с косточки, самостоятельно страницировала, рано просулись груши. Так. Ой, погодите, сейчас, 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 сейчас. Ай, а где письмо? Ладно. Письма нету, это уже следующее. Что было сказано в письме? Валерий Красуевич, помогите. Груша практически мёртвая. Так, раз. Два года плодоносила. Груши были. И, внимание, это, почему я зациклился на этом, на этих двух фотографиях. Это саженец был вашего сына Сергея. Два года плодоносила. Всё было хорошо. Так. Остальные говорят, нормально, ваши саженцы, всё прекрасно. А эта груша умирает, помогите. Значит, итак, официальный ответ был бы такой. Прыскать, прыскать, прыскать. На всякий случай, густовато. Давайте, вырезайте чашу из середки. Солнце будет лучше проходить. Ну, короче, добивайте. Вот. Мнение железово предпоследнее. Очень много рада. Но это ещё не факт. Груши обычно такие рада. И, наконец, я ей написал, чётко и понятно, 90% вероятности, что она собственными ручонками сгноила корневую шейку. Я проверял. Долго мне думать не пришлось. Когда-то я растю себе грушу. На третий год, тогда я ещё, это было, перегной можно было достать, ещё короники были, а значит, перегной был дешёвый. Вот. Пригоняю в машину. И давай, я вот так обложил вот эту одну грушу. И получилось вот поневоле вот эту самую ямку. А то ямки не было. Когда вокруг высыпал вот таким вот толстым этим, вот такой, знаете, полукруг. Получилась ямка поневоле. Ну и всё, и тут же груша за ним сезон сгнила. Я намотал на уш. Потом я смотрю, а у меня погибает ещё одна груша. Она на ровном месте. Ровно, ровное место. И всё равно штамп гнилой. Вот штамп гнилой, всё. Почему? Именно штамп. А этого никто, как правило, не замечает. Мне первых двух фактов хватило, что я уже схватился за Бабовым. Я вчера у меня был, сегодня я был в саду, фильм снимал, позавчера снимал. Сколько раз я подходил показывал холмы. Природа делает холмы естественные. Дерево растёт. У него два пути. Помните эти самые деревья, облепленные опятами? Вот, у основания так опяты. Это значит, дерево не повезло, оно росло там, где уже всё гниёт, уже грибы. И мы их собираем, радуемся. Но дерево обречено. Ну, не повезло, место такое выбрало. А там, где место получше, с возрастом корни начинают увеличиваться, и бугрятся. То есть, земля приподнимается, приподнимается, и все взрослые деревья, 20-30-40 лет, все имеют бугры. Все, проверьте, все, все, кто выжили, кто пережил вот этот, первые годы не успел сгноить. И тогда я начал делать искусственное. Так? А здесь посмотрите, что я посоветовал. Ну, посмотрите вебинаре, вот ваши фотографии покажу. Начинать вот это убрать. Это ещё не всё. Здесь, возможно, сырость ещё как-то надо убирать. А вдруг там ещё основа, а вдруг посажено в ямку, а кто сказал, что она обязана садить на холм, пусть он даже садит железовский. А если там ямка, нет ли причины, что она загибается? И тем более. Тогда надо отсюда канавкой отвезти. Наверняка, вот всегда, хоть маленький склон есть, разгрести, чтобы там было свежо, кислород, чтобы там было это самое, проветривание. Ну и, наконец, если саженец ещё погибает, но не сдаётся, ну уже самая последняя надежда, после того, когда вот это всё будет убрано, вот здесь будет всё, что я сказал, сделано, вот так отпиливать, вот так, вот так, вот так, вот так. Всё есть. То есть, его начинают уничтожать, но частями. А вдруг, если там немножко ещё сохранилось, допустим, коры, вот, допустим, камбия, ну немножко совсем, вдруг ещё остановится. Ну и самое главное, фотографии других мы не видим, а они говорят, живы, а они плодоносят, а если они все вот так, она что, только одну закрыла, чтобы гнила? Давай, подруга, спасай, вот, и заодно авторитет жаль, спасай. Вы понимаете, что люди уничтожают деревья вот таким путём, когда я корниваю шейку и основание штампа своими руками, да? Тут уж не поможет никакой авторитет. Абрикосы я называю манджурские, я их называю неубиваемые. Вот так же, закройте всё, лапником всё, считайте, его нет. Ну, потерпим 2-3 года. Тоже нет. Там сыро, не держат это. Груша и абрикосы, всё время подчеркиваю, именно груша и абрикосы. Два самых беззащитных против сырости. Когда-то шло так, было какое-то дерево, какое-то яблогруша или груша-яблоко. Вот. Может быть, эти самые, та самая альва, может быть, она и сейчас, я сейчас не знаю, груша-то или яблоко. Да. Попала в сухие регионы, или умерла от засухи, или какие-то деревья чуть глубже колли, туда, где чуть-чуть сырости. Постепенно-постепенно приспособилась сухим местам, стала грушей. А другая, наоборот, попала там, где сыро, гниёт-гниёт, воздушно сыро. А некоторые приспособились к сырости. До воды дошла, дала отводок. Вот новое качество именно у яблони. И получилось, груша-яблони родственники. Вот. Генетика одинаковая. Прививаем друг на друга. Вот Макаров, суперспециалист. пять сортов. То ли яблони на груши. На саженце. То ли груша на яблони. Значит, близкие родственники, близкие. Значит, что мы должны делать? Мы должны создать условия, чтобы груша была суха. Абрикоса была суха. Одинаково. Остант mach Davies. Конечно, что мы должны делать? Макаров. Скорбся после двух marked.